Здравствуйте, дорогие друзья! В своей рубрике «Коротко о главном по здоровью» я хочу рассказать сегодня о том, о чем вы, многие из вас, меня спрашивали уже годы. Это геморрой. Я кратко расскажу, что это такое, от чего он бывает, причины, то есть симптомы, профилактика, конечно же, и факторы риска. Что такое острый и хронический геморрой, а также причем тут печень, витамины и какие витамины, причем тут образ жизни человека и в чем он неверен, и причем здесь неправильное питание. Что же делать нужно, чтобы без операции вылечить геморрой и возможно ли это? Как излечиться альтернативными методами без больницы и химии? Итак, слушайте, это может пригодиться любому из вас, или по крайней мере пригодится вашим родственникам, друзьям, близким. Подвержены геморрою все люди без исключения в наши дни. Многие из вас, я уверен, ощущали на собственном примере, имели собственный опыт наличия данного заболевания. Людей в нашей стране, имеющих острый геморрой, ну и, соответственно, хроническое течение заболеваний, более 12%. Болезнь эта все молодеет. И это происходит, конечно, в первую очередь из-за неправильного, неадекватного питания, в первую очередь фастфудом. Почему у молодых людей болезнь все молодеет. И, конечно, малоподвижного образа жизни, то есть из-за гиподинамии. По сути, геморрой это нарушение баланса притока и оттока крови из каверн. Это знают все медики, по крайней мере специалисты в данной области. Но что это такое, по сути, если смотреть глубже, а это уже, к сожалению, многие медики не понимают. Вот об этом я рассказывал в своей старой еще лекции о печени, которая называется печень, желчный пузырь, поджелудочная железа. И еще я об этом рассказывал в своей лекции по кровеносной системе. Сейчас скажу совсем кратко. Это проблемы, дорогие друзья, с печенью. Несколько с сосудами кровеносными, хотя, безусловно, с ними. Но проблемы, первопричина, это проблемы печени. Почему? Объясняю. Сердце проталкивает определенный объем крови за единицу времени, нужный, необходимый для жизнеобеспечения нашего организма. Если часть клеток печени, гепатоцитов, по какой-то причине уничтожены, забиты, замещены фиброзной тканью, а это происходит, ну, в массовом порядке, что называется, у миллионов людей по причинам неадекватного питания, а именно потребление вареных крахмалов, которые являются клеем. Вспомните обои в советское время, на что клеили. Варили клейстер, по сути, то есть белую муку, либо крахмал, а по сути крахмал вареный и есть как раз клей, прекрасный. Так вот он не только хорошо клеит обои, ну и заклеивает вот эти мельчайшие клетки печени, гепатоциты, которые являются фильтрами нашего организма, безусловно. И вот этот клей, а также второй вид клея, молочный белок козеин, который веками великолепно применялся в столярном деле, и не только об этом я в своих лекциях говорил, приводил примеры старинных, дореволюционных и послереволюционных книг. Так вот эти два вида клея не только склеивают какие-то поверхности, бумагу, дерево, ну и прекраснейшим образом заклеивают клетки печени гепатоциты, а печень это фильтр нашего организма, фильтр страдает, кровь уже не проходит за единицу времени, необходимый объем. Через 5-7 минут такой склейки кислородного голодания, как следствие, клетки печени начинают массово погибать, образуется фиброзная ткань, рубцы, по сути предцирозное состояние, и слава богу, что клетки печени обновляются довольно-таки хорошо, регенерация очень высокая, особенно у молодых людей. И тем не менее, люди, потребляя такую пищу по несколько раз в день, умудряются получить такое состояние, при котором поступаемый к печени объем крови тормозится уже плохой пропускной способности печени из-за большого числа клеток гепатоцитов, которые уже не могут производить необходимую работу по фильтрации. Итак, давление к печени в кровеносной системе возрастает, а это как раз нижние полые вены, а это как раз нарушение притока и оттока крови, это как раз дисбаланс. И от этого возникают такие заболевания, как варикозное расширение вен, а дальше уже, если различные воспалительные процессы застойные, то это тромбофлебит, и, конечно же, классика жанра геморрой. Знаете, дорогие друзья, точно так же, как причина вашей, допустим, вашей подагры, а у многих людей она есть, это потребление, в первую очередь, мяса и вообще любых животных белков в большом количестве, высокомолекулярных белков, то так же и варикозное расширение вен, предположим, в нижних конечностях, а в основном это так, как раз по этой причине, и геморрой, есть причины потребления вареных крахмалов и второго клея, это молочного белка, казеина, а это сыр, творог и молоко. Так вот, кто хочет решить эту проблему хроническую, я имею в виду геморрой, необходимо отказаться полностью от этих так называемых продуктов. Это сделать очень просто, легко, и результат не заставит себя ждать. Но, безусловно, у многих людей есть хроническое и обостренное воспаление, потому что люди не желают ходить к врачам, такая деликатная вроде бы проблема, замалчивают, умалчивают, терпят, и через годы, не меняя, конечно же, питание, образ жизни, у людей возникают стойкие хронические состояния, которые периодически переходят в острые формы. Запоры, безусловно, это провоцирующий фактор. Необходимо пить больше воды, и только воды, никакого кофе, разумеется, никакого алкоголя, это серьезнейшие провоцирующие факторы. Фактор, усугубляющий такое положение дел, а также слабые сосуды и другие проблемы, возможные с организмом, это беременность, и обязательно при беременности необходимо учитывать все факторы, о которых я скажу дальше, а также дополнительно принимать пикногенол, это экстракт из костчика винограда, который укрепляет стенки артерий и вен. Безусловно, острая, соленая, раздражает слизистую кишечник, и потому недопустимо, по крайней мере, при острых состояниях. Геморрой бывает внутренний, наружний, комбинированный, есть четыре стадии развития болезни, но об этом я сейчас не буду. Кому будет интересно, а в справочниках всегда найдет эту информацию. Простым людям, обывателям, как правило, нет смысла это знать, а есть смысл знать, как же вылечиться. Итак, острым геморроем называется, ну, такой симптомокомплекс, который характеризуется обострением хронического, вялотекущего геморроя. Конечно же, в наши дни возникновение такой острой формы геморроя связано с тем, что многие люди не придают долгие годы значения разным факторам и формам симптомам проявления хронического геморроя. Ну, например, таким, как дискомфорт при идентификации, таким, как возможное боль или незначительное количество выделения крови на туалетной бумаге. Безусловно и очевидно, что острый геморрой значительно снижает качество жизни человека, усиливает стрессовые состояния, это, в свою очередь, приводит к еще большему ухудшению положения дел. Ведь возникают острые боли, невозможно принять сидячее положение. И помните, дорогие друзья, что если вовремя не приступить к лечению, то такое острое состояние геморроя может способствовать развитию гнилостных осложнений, вплоть до тяжелого сепсиса, когда бактерии попадают в открытые раны. А также может возникнуть полиорганная недостаточность, которая возникает, как правило, у людей на фоне имеющихся хронических заболеваний, как правило, связанных с патологией почек, печени, легких и сердечно-сосудистой системы. И, конечно, отдельно надо сказать про сахарный диабет и ожирение. Разумеется, яркими признаками протекания острого геморроя являются кровотечение, выпадение геморроидальных узлов, болезненность, предификация, которая сопровождается с серьезным таким, как правило, зудом в области ануса. Образ жизни современного человека, он сидячий. Сидячий образ жизни провоцирует гиподинамию, а для гиподинамии характерен постоянный застой кровообращения в органах малого таза. Вот вам дополнительный фактор развития данного заболевания, провоцирующий фактор, и не только этого заболевания. Конечно же, правы и те доктора, кто говорит, что профессии некоторые и виды деятельности, связанные с поднятием тяжести, провоцируют геморрой. Крайне высокий риск у дальнобойщиков, у них и малоподвижный образ жизни, застой, и неправильное питание. Все те факторы, которые отрицательным образом влияют на заболевания, соприкасаясь друг с другом, усиливают свой болезненный эффект. Подвержены этому и офисные сотрудники. Тяжелый физический труд у грузчиков, тяжелоатлетов, наряду с неправильным питанием, с питанием, которое содержит много мяса, безусловно, также являются усугубляющими и провоцирующими факторами. У всех остальных людей дополнительными, провоцирующими факторами являются такие, которые я сейчас назову. Особенно хочу подчеркнуть, что сочетание нескольких факторов усугубляют и ускоряют развитие заболевания. Ну, во-первых, это некоторые инфекционные заболевания. Это, разумеется, врожденная слабость вен прямой кишки, ну, которая приводит к расширению вен при повышении давления, при нагрузках, при натуге. Это рафинированная диета, высокоуглеводистая диета, мясная диета, которая приводит к снижению тонуса сосудистой стенки. Это диеты, которые провоцируют дефицитное состояние витаминов В12, К2 и Д3. Безусловно, это малоподвижный образ жизни, это подъем тяжести, это употребление алкоголя, курение, употребление кофе, газированных химических напитков. Это хронические запоры, употребление острой, жареной пищи вообще. Это некоторые заболевания брюшной полости, например, при опухолях, доброкачественных и злокачественных опухолях ЖКТ. Симптомами острого геморроя являются, во-первых, резкая и нарастающая боль, зуд и влажность в анальном отверстии. Во-вторых, это кровотечение, набухание геморроидальных узлов, боли при дефекации. Ну, а уже при третьей-четвертой стадии поражения, это выпадение плотных и резко болезненных узлов из анального канала. Кровотечение чаще всего возникает при, конечно, дефекации. Ну, естественно, вследствие разрыва узла в момент напряжения и прохождения каловых масс. Бывали случаи, когда кровотечение достигали за один поход по большому в туалет до 150 мл, а бывало и больше. И это уже угроза жизни и из-за потери крови, и, конечно, из-за возможного внесения инфекции через каловую массу непосредственно в кровеносную систему. И, безусловно, и правы те, кто говорят, что возникновение любых признаков острого геморроя, тем более, необходимо как можно при этом быстрее обратиться к врачу, причем врачу-колопрактологу, дабы не довести до острых осложнений и не усугубить ситуацию без того серьезную. Помните, что без лечения хронического, тем более острого геморроя, обострение может наступить в любое время. Также помните, что в определенных случаях, особенно если пожилой возраст, если есть сахарный диабет, если есть другие патологии и болезни, то могут развиваться гнойные осложнения. Может быть сексис и все то, о чем я уже говорил. Пусковым же механизмом, как часто говорят триггером, провоцирующим обострение, могут быть любые неадекватные диеты, а также возникновение запоров. Говоря о профилактических мерах, необходимо сказать, что предельно важно изменить рацион потребления продуктов. Убрать из рациона быстрые углеводы, никаких сахаров, тем более синтетических, никаких, то есть печеней, крекерах, конфеток, тортиков. Это просто категорически недопустимо. Никакого чая и кофе, а только вода. И в идеале водородная вода, как мощнейший антиоксидант в первую очередь. Желательно, если физическая возможность позволяет, укрепление мышц брюшного пресса и ягодиц. Есть специальные гимнастики, например, по кегелю. Необходимо соблюдение гигиены при дефекации. То есть как раз то самое биде, ну или влажный туалет, это очень важно после каждого похода в туалет. Вообще это должно быть всегда и при обычной жизни. В быту это правило гигиены, это верно. Ну а потом, естественно, хорошее многократное мытье рук и желательно дегтярным мылом. Обязательно, по возможности, максимальная двигательная активность. Людям, у кого большой живот, это сложно, но необходимо избавляться от него. По многим, разумеется, причинам. Ну а теперь, дорогие друзья, про лечение без операции. Итак, вы сходили к врачу, вы выявили все состояния, вам врач дал рекомендации. Ваше дело, как пациенту, как человеку, кто лично отвечает за свою жизнь и здоровье, применять эти меры или нет. Я же вам сейчас скажу ту методику, которая известна издревле. В той или иной степени я дам подход системный сейчас вам. То есть, когда мы учитываем разные факторы воздействия и убираем по максимуму все вредные и добавляем все нужные в методику лечения. Вот она и является системным, комплексным подходом к ликвидации данной проблеме, данной болезни. Эта методика дает очень быстрые результаты и стойкие. И, естественно, если вы будете придерживаться здорового образа жизни впоследствии, то избежите дальнейшего усугубления состояния и полностью ликвидируете данную болезнь и больше уже о ней вспоминать не будете. Во-первых, дорогие друзья, свечи и веселка – это первое дело. Каждый день наночеректально в острой фазе при хроническом обостренном гастрите необходимо вставлять наночеректально каждый вечер по одной свечке. В одной пачке свечек гриб-веселка 10 штук. Значит, на месяц потребуются 3 упаковки. В каждой из них по 10 штучек свечек. Это необходимый курс по крайней мере полтора-два месяца. Набухшие геморроидальные узлы нужно мазать кремом веселка. Это можно делать несколько раз в день. 3-4. При некоторых формах обострения, и это очень индивидуально, я советую иметь, во-первых, свои аптечки. По многим причинам прополис спиртовой. У нас есть 50% вот этот настой. Прополис, дорогие друзья, это пчелиный клей. Это мощнейший антисептик. Это природный антивирусный, антигрибковое, антибактериальное средство. Это хорошие болеутоляющие. И это клей. Подбирайте, что лично вам при обработке ануса и геморроидальных узлов будет облегчением. Это крем-веселка, либо прополис на спирту. Но это можно и между собой сочетать. Внутрь обязательно прием. Как я рассказываю в своей лекции «Общий принцип лечения онкологии», либо лекции «Гриб-веселка» маркерного курса три месяца подряд. Имеются в виду «Гриб-веселка» водорастворимая форма по одному саше-пакету два раза в день. За 30 минут до еды вам потребуется две коробочки на один месяц. «Шитаки» точно так же, но за 20 минут до еды вам потребуется также две коробочки на один месяц. Обязательно водорастворимой формы. И, конечно же, третий препарат – это «Гриб-рейше» по две капсулы три раза в день за 10 минут до еды, запивая стаканом воды. «Гриб-рейше» потребуется три баночки на один месяц лечения. Помните, перерыв в применении препарата нежелателен, потому что вы собьете лечебный накопительный эффект. У них идет именно накопительный эффект. Это абсолютно известная наука фунготерапии именно и изучает лечебные свойства комбинации грибных препаратов. Имея в виду лечебные свойства высших басдиальных грибов. Обязателен прием витамина К, особенно К2. Обязателен прием витамина Д3. Посмотрите об этом в мои видео. И обязателен прием витамина В12 в виде метилкабаламина либо спрея, либо таблеток под язык рассасывая, как я это рассказываю в своей лекции про В12. Обязателен прием цинка и селена. Все, что я сейчас перечислил, витамин К, Д3, В12, цинк, селен, вы можете купить, например, в аптеке, какой-нибудь качественной фирмы. К сожалению, наши отечественные в этом смысле препараты уступают зарубежным, например, фирмы Солгар США или, к примеру, цинк и селен вы можете приобрести в Кораллом клубе. Если вы еще не подписаны и хотите, по крайней мере, у вас будет скидка, клубная цена, вы можете подписаться по ссылке, которая будет по данным видео приведена мною. Мое видео цинк обязательно посмотрите, если вы его еще не видели. Из наших препаратов, которые мы продаем, это, конечно же, фугус, обязательно. Это диатомид, то есть органический кремний, это Т8, хотя бы Т8 экстра, а лучше Т8 экстра плюс стоун, и это биокедр. Принимается это все параллельно, не надо только просто одновременно, все по времени разносите между собой в течение дня. Ну, в упаковках все написано, а также у меня под этими товарами на моем сайте надgar.ru все подробно разъяснено. Также я советую употреблять вместе с салатом или с зеленым коктейлем со смузи куркуму и черный перец, так как я это рассказываю в моем последнем видео о куркуме. Также я советую применять огневку лонг. Этот препарат был разработан для печени, как раз, поскольку проблема с печенью, то параллельно нужно решать проблему с нормализацией работы печени и проблему с регенерацией клеток печени. В этом смысле очень хороший препарат фандетокс кораллового клуба. Можно применять фандетокс и заферан совместно. Это тоже препарат кораллового клуба. Разумеется, ограничьте, вовсе исключите на первых порах подъем тяжести и большие физические нагрузки. Необходимое изменение питания, никакого мяса, никаких высокомолекулярных, тем более животных, белков. Посмотрите мои лекции. Во-первых, синдром дырявого кишечника и в вторую очередь дисбактериоз. Постарайтесь учесть все то, что я там рассказываю. Посмотрите мое видео очищение и голодание. Эти процедуры не нужно проводить при обострении. И если вы по какой-то причине не истощены, то недельное голодание, хотя бы, я уже не говорю о 21-дневном, стоит провести. По крайней мере, очистительные процедуры будут очень и весьма полезны. Про витамин К2 говорить не буду. Повторять. Ну, его, кстати, много в брокколи и шпинать, имеете это ввиду. И поэтому вообще зелень, смузи крайне важны. Посмотрите мое видео «Кровь и хлорофилл». Необходимо больше пить воды. И, конечно же, дорогие друзья, учтите, хотя бы мое видео посмотрите про прибор Аквапен. Это лучший в мире персональный генератор водорода и свободных электронов, который дает не только мощнейшую антиоксидантную защиту, но и то, что все жидкие среды нашего организма начинают работать лучше. Лучше начинают растворяться шлаки и токсины, которые выносятся из организма выделительными системами более активно. А питательные вещества и лекарственные наоборот лучше начинают проникать и быстрее в каждую клетку нашего организма. И это только вершина того, что я сейчас вот сказал относительно важнейшей темы водородной воды. Я всегда привожу такой пример в последнее время, что, ну, почитайте хотя бы для понимания значимости вот этой глубокой значимости данной проблемы книгу доктора Гарбузова, которая называется ионы водорода лечат рак. Практически все, что я сказал, кроме аптечных препаратов, это все можно приобрести у нас на сайте надгар.ру. Я также постараюсь сделать в ближайшее время набор для лечения геморроя, но уже то, что я сказал, если вы не поленитесь, вам всего лишь надо пересмотреть, ставить на паузы данное видео и выписывать, то есть законспектировать то, что я говорил своей рукой. Это, кстати, еще очень важный психологический момент работы над собой, как бы подсознательное программирование и выписывание это акцент. Во-первых, не забудете, будете, во-вторых, понимать вот эти причинно-следственные связи, ну и дополнительная мотивация для того, чтобы все-таки услышав, поняв, начали действовать. И помните, что две вещи мешают нам быть здоровыми людьми. Это отсутствие знаний и наша лень. Но знания теперь у вас есть, методика и методология есть, и теперь только лень может вам помешать. Если вы ели, едите все подряд, то хотя бы на период лечения, месяца на 3-4, полностью откажитесь от продуктов животного происхождения, полностью откажитесь от сладких, рафинированных продуктов. Ничего сладкого, ничего синтетического. Это не так сложно, а эффекты будут даже больше, чем вы можете ожидать. Дорогие друзья, я надеюсь на то, что данное видео будет вам полезным, что не зря вы его прослушали, потому что эти советы гарантированно избавят вас от данной проблемы и, кстати, профилактически не допустят, например, онкологию, если на данном этапе вашей жизни у вас ее нет. Это серьезнейшая профилактика многих болезней ЖКТ, аутоиммунных заболеваний и так далее. Грибная терапия в сочетании с травами, с адекватным питанием и образом жизни, физическая работа посильной, активности. Это огромное дело, это и есть системный подход. Врачи, к сожалению, учитывают только какой-то отдельный взятый фактор, непосредственно прямую, как им кажется, зависимость. Как правило, операции назначают, по крайней мере, на третьей, четвертой стадии болезни. Когда так просто, по крайней мере, на первой, второй, третьей стадии, ликвидировать это заболевание буквально месяца за полтора, за два. То есть, улучшение состояния будет буквально через несколько дней у кого-то, через неделю, а полное излечение через два, три месяца. Дальнейший адекватный образ жизни поможет вам избежать рецидивов впоследствии, ну а также многих других более серьезных заболеваний. Учтите и это, не надо жить сегодняшним днем. Ну, на этом все. Я желаю крепкого здоровья всем хорошим, честным, порядочным людям. Я желаю вам здравомыслия и адекватности во всем. Ставьте лайк, если понравилось видео, делитесь с друзьями обязательно, помогите мне в распространении данного видео, ну и, соответственно, этих знаний. Ну и, кто еще не подписался, подпишитесь на данный мой канал, ставьте колокольчик, чтобы вам приходило на вашу почту уведомления о выходе моих новых видео и вы не забыли их посмотреть. На этом все, до новых встреч!